мой барончик с утра кушает рыбку и колбаску я дала такой уже вырос подрос такой убитанный котик кормлю рыбкой и колбаской сейчас покажу это я дворовому коту сейчас положила сейчас пойдемте кормить рыбка и юверная колбаска сейчас дверь открою только утро у нас все голодные первым долгом котят кормлю она здесь так так тут трава у меня у меня веранда как подсобная как лотовка такой же котик отойти отойти ничего не горячее все холодное все остывшие приятного аппетита вот на тарелочку лошадь все равно коты все вымазывают на полу им все на пол кстати эта кошка или кот я не знаю кто это он она не беременная потому что живот они хорошо едят у меня и от того живот и надувается наверно ах какой аппетит у котика какой аппетит рыбку приятного аппетита такой кошачий мукбанг вам показала у нас сегодня сейчас у нас всем утра время ранее только проснулась вот это умылась и сразу котиков кормить сразу своих питомцев кормить он живет на веранде его выпускаю на улице он коробочку я ему постелила подстилку в коробку он в этой коробочке спит там тепло на веранде тут не холодно тут так нормально котику тут хорошо я не знаю какие у него болезни потому я его в дом не пускаю он взрослый пришел сюда я не знаю так что кто желает могу отдать такого котика рыбку кушает колбаску кушает мясо кушает вчера дала ему мясо писали кипятком кота сожила я ему мясо дала я рукой проверяла мясо чуть теплая была ну кошкам конечно надо мясо давать полностью остывшие хотя холодные они тоже не едят если с холодильника достать она должна короче любую еду надо давать комнатной температуры не горячую не холодную сейчас разверну камеру вам кое-что поветаю кое-что поветаю а котику еще раз приятного аппетита ливерную колбасу едят замечательно замечательно мне кажется котик не наелся сейчас тут еще рыбка осталось сейчас я ему там еще рыбки тому же дала своему барончику и этому там кушай кушай хейтеров не слушай знаете такая поговорка новая что для котов кушай кушай хейтеров ну слушай с утра настроение хорошее кушай рыбку вот эта рыбка для котов отлично я покупала ее я спросила у братовцу сказали как раз работа я готов сейчас пойду в колодцы ветру по мою у нас такая погодка у нас такая погодка сегодня у меня руки в рыбы костер-то горел утром стою пол седьмого смотрю огонь огонь еще есть огонек еще есть сейчас камеру разверну вам покажусь все то горело листва то горело вот такая кучка и что он тлеет как вы видите тлеет всю ночь на и надлела потому что сырые листья разумеется они хорошо не перегорят у нас погодка с утра просыпаюсь кстати покажу что не расчесалась только умылась только умылась у нас сегодня с утра проснулась пол седьмого просыпаюсь солнышко солнышко а он видите затянуло небо тут затянуло там просвет солнышко в окно стучалось я проснулась думаю будет хорошая погодка а нет нет пасмурная пасмурная на улице мороз был мороз был вода в колодце замерзшая такая погодка вот эти кучи две большие я не знаю как я их потом сжигать я не знаю честно вот эти большие кучи надо нанимать машину чтобы их вывески потому что шечь ну вот сами посмотрите сами посмотрите вот тут все я сошел если рядом летняя кухня дерево сжечь их не получится никак что хочу вам сказать огромное спасибо за советы за хорошие положительные советы по поводу граблей по поводу всего есть люди вот действительно пишут советы ради которой хочется читать комментарии я тоже видела мне попадались грабли пластиковые грабли они удобны они наверно легкие и удобные обязательно куплю надо лопату купить по поводу чеснока мне писали по поводу лука это надо огород перекопать я могу небольшую грядку скопать чтоб там посадить лук чеснок но такое посмотрим если теплые погоды будут обязательно посажу посмотрю погоду на неделю у меня еще в саде на садном дворе надо листья поубирать там тоже у меня молотой орех я вам сейчас покажу не расчесаная только проснулась видео не было на сегодня вот вам записываю это у меня садний двор тут тоже надо согребать но тут я не буду тут не буду тут молоденькие листья они перри перепреют короче перегниют это тоже орешник только молодой по поводу кустов сейчас мы пойдем кустам писали смородина и решетом разные ягоды писали те кусты которые у меня после ореха я честно не знаю что это за кусты почему я предположила что это новый орешник орех потому что там там такой ствол вроде посередине сейчас разверну камеру и вам покажу там вроде такой ствол вот видите я не знаю вам видно или не видно такое ощущение как будто бы это молодой орех но возможно это какая-то ягода как вы и писали весной мы увидим весной мы увидим так что вот так помните тут куст тут один куст и один куст два куста тут но тут возможно это и ягода да смотрите это ягода какая-то было ягодки были ягодки это какая-то ягодки люди тоже ветки пиляют убирают а вы мне пишите что все или никто не живет сами слышите вчера убирала листья листья убирала с рыбала и соседи что уж занимались работой через дорогу тут ну короче все в делах все в саботах орешки орешки до сих пор и этот что я хочу сказать тоже срывали листья убирали погода замечательная была я тоже присоединилась субботник устроила вчера отлично ну так как могла так и убрала вот сами видите и что я хочу у вас еще спросить вот скажите напишите в комментариях как орешки с высоты их собирать это надо либо же кого-то просить чтоб или на лестнице или каким-то машина приехала вот это кран знаете чтоб краном солесли и струстили верхние ветви верхушку орех у меня огромное это старое на дерево он очень-очень большой такой большой орешник у меня не знаю чем их сгребать вот именно с верхушки напишите дайте нормальный вот такой совет вот как по граблям давали грабли куплю эти грабли у меня это не мои это остались все в придаче с моим кузачам эти грабли они такие что и не загребешь нормально первых тяжелые и во вторых но неудобные руки руки устают от них сегодня мне должны пойти и привести трава я заказала уши заказала трава мне привезут но как у меня печка буршуйка там топка небольшая мне привезут кругляки я уже с людьми договорилась не их нарубят наколит побеляют поколит вот видите в колодце вода чуть-чуть подмерз вот такой небольшой лед небольшой совершенно травами я не топлюсь и вчера разошел как не топлюсь вчера разожгла вечером птичку просто посидеть после печки покайфовать принять печные ванны как говорится посидел а так чтобы именно топить ее у меня газ горит газовая грубо у меня горит я ее группка называю она у меня горит в доме тепло доме хорошо телевизор подключила надо этот какой-то приставку еще купить потому что без этой приставки он ловить не будет надо приставку еще купить так что все отлично сейчас пойду шарить олайте на шарю утром с кофейком сегодня рано встала уже спать не буду буду телами заниматься и буду просыпаться кофе попью оладки сделаем может с вами кофе попью запишу еще видео посмотрим и сегодня мне вот эта трава привезут с электрикой уже с выходных потому что у человека времени нет в будний день выходной он не начнет сказал мой дом чтобы провести электропроводку три дня это ужас не люблю вот это ремонтная работа кошечка уже моется ее покормила всех покормила все сытые все довольные пока я еще не завтракала у меня на завтрак еда есть есть сортельки хочу может отварю макарон сортельками посмотрю сортели есть сейчас посавтракаю напеку оладьи на шарю и салатка мешает кофе йог пахнет и отлично можете у меня дождь будет такая погодка непонятная главное главное с утра чтоб животные были накормлены так что вот так поеду мир гадать коротышу ливерной колбасы куплю для котов ливерку едят хорошо она по деньгам не очень дорогая и ну там суппродукты для котов это нормальные головы там печень сердце сердечки вот такое все перемолотое сзади ливерная колбаса она без химии вроде бы она чистая но вообще вообще вот коты они если им дать химию именно вот колбасу с напичканную химией они ее никогда не поедят вот все это давали к там колбасу проверить если кот будет есть значит колбаса хорошая если не будет то все там химия химоса так что вот так все не буду видео растягивать сильно картины должны собрать на следующий летнюю кухню тоже отдаю полностью все весь хлам не он не нужен если шкафы что надо все новое новое чтобы уже поставить и было чисто аккуратно и комфортно что в летней кухне что вести летней кухне сделаю кофейню ну не сразу не в месяц не два разумеется со временем так что так все кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал и всем хорошего настроения на целый день желаю всем пока пока